ТАКТИК МЕДИА ТАКТИК МЕДИА ТАКТИК В НОЯБРЬ ВОЗРАЩАЕМСЯ ДА! И ТАМ ТОЖЕ ТВОРИТСЯ НЕПОНЯТНО ЧТО ОХ ВОБЩЕ! Понимаешь, вот, дорогие друзья, Миша, ночной надводный бой оказывается в разы сложнее дуэли авианосцев. Любой. Круто. а знаешь почему на мой взгляд но не ничего это само собой но там еще один есть нюанс вот в экипаже торпедоносцы или пакировщика за одну торпеду или бомбу отвечает минимум один человек ну пилоту как правило но можем сказать что он живет готовится сражаться и умирает за успех вот это вот одного единственного своего боеприпаса ну тогда это было так других дуэли то у нас не было в истории но и можно сказать что пилот истребителя который его атакует или его защищает свой тоже атакует или защищает в данный момент иногда относительно длительный момент по времени не вот этого пилота который в обнимку там с торпеда или бомбы и не его экипаж а эту самую бомбу и торпеду которая как-то должна доехать до цели и здесь вот именно в тактическом смысле максимальное значение имеет мастерство и минимальная воля проведения но по крайней мере рассчитывать на нее нельзя а вот в ночном бою надводных сил как мы видим по каким-то там целям в ночью летают тысячи снарядов и уезжают уплывают уходят десятки торпед и если на каких-то из них и лежит печать какой-то персонификации то это скорее печать удачного попадания а не меткого выстрела или пуск но здесь вот нет этой личности намотанные на бомбу с одной целью попасть именно ей и вот что находит конечное выражение на в практике камикадзе с которым вот начинали нам здесь человек скорее оставляет на снарядах или на торпедах отпечатки своих ладоней в надежде что дальше их пока подхватит дувань того или другого бога войны и все остальное зависит именно от этой воли бога войны с философской точки зрения поэтому чистейший стоицизм проявлен именно здесь ночном надводном бою особенно в этом бою где мало брони служит защитой человеческому телу и совсем никакой человеческому духу и вот этот выпуск поэтому за который мы взялись сегодня мы с тобой на части пилить не будем нового части позвонишь вот такое одухотворенное вступление но в основном потому что иначе зрители напилят на части нас тобой спокойствие товарищи кости там некоторые в комментариях особо ответственные люди говорят я дождусь пока полностью будет закончен цикл и посмотрю сразу все серии но с таким подходом будет ли он закончен но я думаю да и так центральный сюжет пьесы по имени бой флагманов обалдеть звучит до дошли до этого ну мы просто хронологически переносить это в качестве вишенки на торте будет на торту на торте как правильно я не сильно короче на торте я со средней волги мы там да ладно там у нас все вот все с татарским акцентом что такое вишня или что такое торт пичмак да 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 переносить его в конец ради драматического эффекта нет никакого смысла потому что по хронологии он состоялся вот прямо сейчас поэтому бой флагманов дорогие друзья ну и как это флагман это как бы человек с флагом флагман во главе колонны нам олимпийцев на придать и да и нет флагман это пришедшие в русский язык с петром первым голландское слово как и почти все слова русского морского лексикона и одновременно адмирал в тактическом командовании соединением и корабль на котором находится этот адмирал со своим флаг штабом по большому счету все это происходит от практики из практики растет из практики парусных флотов где основное средство коммуникации это флажный семафор это комбинации флагов поднимаемая для эволюции соединения в общем флаги сплошные флаги ред на ветру сегодня мы рассмотрим это центральное событие пятницы 13 это без сомнения почти уникальный для второй мировой войны бой двух флагманских кораблей и одновременно двух адмиралов тактическом командовании которые на этих кораблях находились а именно дуэль линейного корабля хей капитана первого ранга не сида и тяжелого крейсера сан-франциско капитана первого ранга янга вот как это было когда-то в кв не ранее неизвестные фотографии бога ну то есть ранее не показаны нами фотографии линкора хей и крейсера сан-франциско нам все ругают говорят ставьте фотографии которые после модернизации японских кораблей они говорят неинтересно некрасивый дом модернизации ну да потому что у нас последних роликах хей представлен как учебный корабль без кормовой башни чтобы показать ну значение но тем не менее вот эти фотографии адекватные и они в общем-то передают состояние кораблей на момент произошедших событий и совсем ранее не показаны еще нами фото командиров масса унисида и кассина янга это горит череп ульянова ленина в детстве а это да в мавзолею это уже в мавзолее бы в связи с очень плохими документальными отчетами обои с обеих сторон время начала и окончания этой дуэли можно установить лишь приблизительно и что мы можем сказать относительно точно они так это то что в час 55 ночи сан-франциско уже наблюдал хей но еще не вел по нему огонь а в 208 дуэль между этими кораблями прекратилась совсем таким образом мы имеем до 13 минут ночью 3 пятницу 13 ноября впрочем активная фаза дуэли была короче именно поэтому мы сразу и покажем вот эту картинку сплошной символизм по ней сразу видно в каких дистанциях велся бой та же самая шкала и что произошел он практически на встречных курсах вот курс сан-франциско вот курс хей на контр курсах до что именно что подбойным бортом у обоих флагманов был борт правый что хей в начале боя мог стрелять по сан-франциско только носовыми башнями главного калибра а потому что кормовые были заняты атланты отчасти вместо потери хода как реперная точка есть и на этой карты но в основном потому что на курсе линкора около 120 градусов ну по японским отчетам 126 но это не совсем точно пока еще кормовые башни хей не видели в своем секторе стрельбы флагмана калах тяжелый крейсер сам сан-франциско ну вот не то чтобы башни могли бы его увидеть если бы очень захотели ну то есть они не упирались стволами орудий в надстройки пытаясь развернуться там и снести стволами все что можно на самом деле вот на линкорах этого времени это было устроено иначе вот те кто занимается танками наверно найдет какие-то параллели вот в роликовых погонах огромных башен главного калибра на линкорах на крейсерах но основной линкорах стояли электрические размыкатель и концевики так называемая цепи привода горизонтального наведения которые прекращали свое вращение как только угол достигал допустимого задолго до того как стволы куда-то там упрутся физически да это происходило просто потому что форс пламени и дульная энергия продуктов горения пороха при залпах таких тяжелых пушек разносили в клочья элементы надстроек и верхней палубы еще до этого упора шлюпки первое что страдала просто самолеты гидросамолеты если они были да то есть ну и так далее и вот в некоторых случаях грамотные командиры башен знавшие где находятся эти размокатели иногда исключали их из электросхемы приводов горизонтальной наводки как прямым шунтированием вот это электропроводки а иногда только проводящий смазкой обычной оружейной смазкой которая в которой добавляли стальной или алюминиевый порошок для того чтобы и но изоляции не было например башня x это третье последняя в корму в корму так правильно английского британского линкора родной укомплектованная морскими пехотинцами корабельным отрядом морских пехотинцев в бою против раненого бисмарка вела огонь так что ее 406 миллиметровые снаряды пролетали в метре от стенок на стройке линкора вынося иллюминаторы поджигая краску и выколачивая внутрь термоизоляцию кусками это было действительно небезопасно но это башня стреляла именно так когда после боя командира этой башни капитана royal marines королевской морской пехоты тика спросили зачем же он негодяй так рисковал жизнями офицеров и матросов боевых постах этой настройки родные тот невозмутимо ответил ну мы же шли вообще-то на ремонт в штаты и заранее сняли часть электрики башни и хитро улыбнулся этот эпизод показывает тот факт что не все морпехи тупые и преданные попадаются умные и технические грамотные и кстати британские морпехи никогда не стригутся коротко как их американские собратья впрочем никаких сведений о том что на хей в этом бою происходило нечто похожее нет на данный момент в самом начале боя по сан-франциско стреляли только носовые башни прости если бы он был американец он должен был сказать просто хотелось пострелять британец ничего не ответил ковбой да да просто достал пистолет до револьвер кольт писмейк скорее всего также на этой схеме видно вот мы положим не будем убирать далеко что изначально идущий на северо-запад сан-франциско вот этот северо-западный курс уже внесший свой вклад в потопление акацуки и в дружественные по совпадению обстрел атланты с обнаружением главной цели повернул на чистый запад вот курс 270 градусов ну и за ним соответственно повернули с тем или иными условностями остальные 4 крейсер 3 атланта уже горела донуло 3 вот этот курс западный был продиктован в первую очередь тем что было необходимо ввести в бой кормовые башни главного калибра чтобы всеми стволами обстреливать то что наблюдалось вот здесь виде флагманского корабля японского соединения толку от 3 башни кормовой на сан-франциско было немного потому что из-за повреждения системы электроцепей кормового директора таранным ударом самолета башня была на местном управлении от своего дальномера впрочем с такими дистанциями боя это было не так важно вот этот обгоревший директор вот эта фотография есть с вмятины от удара самолета вот вот на этой цветной фотографии моделисты смогут увидеть кусочки обшивки той бете с цветовым оригиналом камуфляжа красиво это в инфографике будет вид тут нам очень важно понимать дорогие друзья что на таких дистанциях боя а на момент открытия огня противники а цели вы оценивали дистанцию в 2200 ярдов около двух километров американцы и 2 300 2 500 метров японцы но американцы мерили по радару это поточнее вот не имеет никакого значения таких дистанциях броня палубная пушу снаряды все равно на таких дистанциях летают прямой наводкой и лишь какое-то значение имеет броня бортовая потому что прислугам орудий главного калибра обоих противников пришлось столкнуться с невиданным доселе прецедентом после заряжания орудий на фиксированном угле возвышения это от плюс 2 до 20 градусов башня хей плюс то есть вверх и фиксированный угол возвышения плюс 5 градусов башнях сан-франциско им приходилось для стрельбы не поднимать стволы как обычно и к чему они тренировались а опускать их во избежание однозначных перелетов до нуля градусов на сан-франциско это не практически а буквально прямая наводка в общем тяжелым пушкам морской артиллерии очень и очень редко встречающиеся в процессе боевой подготовки не встречавшиеся мы помним что американцы старались поразить цель на максимальной дальности японцы именно этих линейных кораблей планируя артиллерийское обеспечение ночной торпедной атаки вот 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 этих четырех типа конга в общем тоже старались стрелять издалека учились этом и поэтому для них это было абсолютно ну такое новое и так бортовая броня противников вот сан-франциско видно что пояс максимум 127 миллиметров стенки башен главного калибра довольно тонкие но в этом бою башни развернуты мордами противника и подставляет ему как говорится обе щеки каждая по 203 миллиметра такая же как и главный коммуна заметим также что в носовой надстройки более или менее забронирован только так забронирована так называемая конин товар боевая рубка вода на все четыре миллиметра броня в то время как флагманский командный пункт адмирала калахана вот здесь он находится не бронирован вообще да разумеется типовым бронебойным снарядом тип 91 калибра 356 миллиметров и весом 673 с половиной килограмма этот американский крейсер на дистанциях боя пробивался в любом месте как пустой спичечный коробок она из этих 673 килограмм японского бронебойного снаряда только 11 килограмм от взрывчатка встречаются разные данные по поводу процента соотношения взрывчатого вещества в морском бронебойном снаряде он сильно отличается от обычного но от противотанкового да потому что он совсем другая философия применения на флоте например никогда вот для таких калибров не встречались а боеприпасы подкалиберные не встречались боеприпасы рассчитанную кумулятивные да то есть это просто бессмысленно и поэтому общепринятая точка зрения что от 1 до 6 процентов от общего веса снаряда вот если от 1 до 6 процентов составляет взрывчатое вещество это плюс минус бронебой больше 6 процентов это уже фугас вот этот 14 дюймовый бронебойные снаряды современного музея ямато слева направо вот снаряд сборе потом баллистический колпачок этого снаряда отдельно такой формы и размера как раз для обеспечения надводной траектории обычно они гораздо скромнее подводной траектории но о чем мы говорили тело самого снаряда и пороховой заряд для него а вот эти типично английские башни этого типично английского проекта впрочем понимая что и помню что хеи первые два залпа по сан-франциско дал после трех по атланте своими своими башнями с использованием сенсекиданов зажигательных снаряд и только потом это с оговорками потому что бронебоев было немного на борту на обоих линкорах перешел на бронебойные снаряды стоит скорее обратить внимание на количество открытых постов вот на этой схеме до американском гейсер и ангар вот к счастью без самолетов поскольку именно эти места максимально страдали от пожаров разумеется существенную угрозу для сан-франциско в дистанциях боя представлял на флоте говорят в дистанциях представлял и средний калибр хей сто пятьдесят два миллиметра шесть дюймов вложенный в казематах по моде перед первой мировой войны когда эти корабли проектировать это вот казематной установки линейного корабля и массера но на хей были практически такие же только самих орудий было поменьше после модернизации всех а вот и сам снаряд 152 миллиметровые снаряды и вот устройство этого снаряда забавно то что это шестью моего снаряд это формально не бронебой но и не фугас это так называемый common снаряд общего назначения буду использовать вот здесь чисто английскую терминологию потому что это абсолютно английские пушки сульта английский артсист витерсы добывшие это векса блесну ты прекрасен да да я согласен обязательно выпьем так вот такой снаряд весил 45 килограмм 400 грамм а взрывчатки в нем чуть меньше трех килограмм 272 из грунта модификации то есть около шести процентов на грани выхода из категории бронебойных но все же все же до этой грани и как любой бронебой этот снаряд только с донным взрывателем головного взрывателя здесь нет характерного для фугаса в принципе с таких дистанций данный снаряд пробивал на сан-франциско в общем то тоже все кроме лобовой брони башен и главного брони пояс так что я вот не буду уточнять предыдущие ролики фактически для своего калибра это бронебойный снаряд понятно и в предстоящем бою оба японских линкора из своих 6-дюймовых пушек стреляли только такими снаряд но самое паршивое то что такой снаряд как правило взрывался и давал много осколков о чем спустя эти самые 13 минут многим придется пожалеть и к некоторому американскому счастью в начале дуэли большинство казематов 6-дюймового калибра хей было занято разборками с эсминцами авангарда командора стокса о чем уже рассказывает и к работе по сан-франциско они стали подключаться уже позже когда эсминцев разогнали и вот об этом уже пришлось пожалеть конкретно самому дэниелу калахану если он конечно успел это сделать но об этом чуть дальше ну а теперь противнику линкору хей вот его изначальная схема бронирования в бытность линейным крейсером довольно простенько по английскому методу это принцесс royal по моему как образец был использован довольно простенькая довольно хиленькая а вот окончательная как быстроходного линкора и здесь уже существенно посерьезнее если кому-то будет не лень по изучать эти схемы они будут висеть в иконографике это вот из японских источников он кому будет интересно или она мало ли рано или поздно придет к выводу что максимальная броня тут 10 дюймов или двести пятьдесят четыре миллиметра в лобовых частях башен главного калибра кое-где еще а самая толстая поясная броня двести три миллиметра межвоенные модернизации с выводом корабля в состав учебных потом возвращением в строй не только сделали корпус длиннее чем он был изначально но и добавили защиты подводному борту здесь это хорошо видно но в принципе двести пятьдесят четыре миллиметра или 10 дюймов это как раз то что теоретически пробивалась главным калибром сан-франциско 203 миллиметра в дистанциях боя менее 8 километров вот именно это строка здесь написано что с дистанцией 9000 ярдов 8000 232 30 метров бронепробиваемость такой пушки составляет 10 но стреляют из двух километров вообще да то есть теоретически возможно и больше вот эти пушки ну то есть по крайней мере понятно что в общем то любая броня хея было по зубам сан-франциско главного калибра в общем то да именно как броня да вот наши башни ножками 203 миллиметра длиной 55 калибров под обозначением мк-9 ну на сан-франциско стояли мк-12 на следующем за ним портлинг мк-9 но разница между ними минимально а боезапас точно такой же и вот наш главный и практически единственный артиллерийский герой там в комментариях сказали так вы скоро до мышей дали про снаряды начнете ролики записывать да дорогие друзья вот этот ролик во многом про 200 3 миллиметровый бронебойный снаряд под обозначением к 19 длиной 91 с небольшим сантиметром весом 118 килограмм и зарядом взрывчатого вещества 1 килограмм 700 грамм вот этот ржавый красавец в красном овале такой невзрачный на фоне здоровенных 16 дюймовых снарядов американских линкоров позади него вот он и пробивал с 8 километров 10 дюймов японской брони ну любую вот здесь еще схематическое изображение это типичный бронебой с донным взрывателем меньше двух килограмм взрывчатки баллистический наконечник существенно меньше по размерам чем японский но как мы видим сказать что хей был в полной безопасности у нас не ну слишком дистанция маленькая конечно то в безопасности были его погреба это почти точно можно утверждать в относительной безопасности его башни главного калибра и машины плюс-минус найдено далеко не все и вот теперь мы вырежем из схемы бронирования хеи только те места которые в античная история бы хелесе имеют и вид и значение пятки когда корабле говорят что он разворачивается на пятки 10 к выражению имеют ввиду не столько пропульсивное качество корпуса хотя их тоже но в основном это об эффективности рулей рули на больших кораблях бывают разные но все они приводятся в действие так называемые рулевыми машинами электро гидравлическими или чисто гидравлическими приводами с дистанционным управлением от рулевой колонки или штурвала это принято называть в нескольких как правило 2 но бывает и больше местах корабля и с обязательным местным управлением рулевые машины на один единственный руль как правило как правило дублируются до четырех раз как правило две рулевые машины стоит а сами помещения где они установлены как правило над самим баллером руля то есть самой корме называются румпельными отделениями русские эти румпельные отделения нас чисто русское слово румпель румпель так однозначно как у нас же говорят не надо всякие там как и все что петр первый да в языке не ну русский морской лексикон голландский но это просто потому что петр первый поехал в голландию сначала потом в англию а мог бы поехать к поморам в архангельске научиться там на своей земле мог бы да но не на кочах этого не произошло ну так вышло да ну на кочах я люблю анекдот про акваланг мы потом стрим будем проводить нальем себе так вот румпельное отделение настолько важны что они как правило имеют отдельную броневую защиту виде такой коробки с броневыми стелами и бронеплатформы сверху на линкорах буквально до этого самого румпельного отделения иногда длиться за пределы кормового броневого траверса цитадели и сам броневой пояс правда в целях обеспечения настойчивостью и веса распределения уже сильно утончаясь в этой оконечности корпуса вот время так это было решено на кораблях типа конга которому относился наш сегодняшний ахиллес то есть линейный корабль хии вот пожалуйста само румпельное отделение с рулевыми машинами вот прямо над бальдером и шубевая машинская прикрытая 76 миллиметровым бронепояс вот он же здесь изображен на сечении корпуса по двести семьдесят седьмому шпангоуту видна верхняя защита от бомб и снарядов на баллистической траектории двухдюймовый то есть 51 миллиметр двухдюймовая 51 миллиметр бронепалуба со скосами который упирается в нижнюю кромку этого пояса между войнами это считалось уже недостаточно и поэтому в красных овалах вот здесь же на этих схемах находятся межвоенные попытки усиления брони бетонными заливками то есть попросту как это у корабелов называется бетонная блокада кофердамов то есть просто вот это не цемент это именно бетон до заливки с целью обеспечить дополнительную защиту здравое решение с точки зрения веса распределения туда-сюда надо смотреть чем это компенсировать но усиление брони как таковой это гораздо более серьезная работа да и тут же возникает обычно архитектурно-прокурорский вопрос а какого качества бетон а то потом развалится что виноват и в принципе понятно что 76 миллиметровый бронепояс на бетонной подложке даже здесь бету бетонная подложка тут 43 сантиметра да тут ну схематически показано разные на 43 сантиметра на двухкилометровой дистанции может служить вот в ходе боя против американского тяжелого крейсера скорее утешение мне говоря уже линкоре они защиты но японцы в это утешение верили ну просто потому что ну да посмотрим вот румпельное отделение какова вероятность что американцы туда попадут человек вычисляющий вероятности на сан-франциско командир артиллерийской боевой части крейсера капитан третьего ранга уильям уилкерсон уилборн 3w вечно таскал с собой логарифмическую линейку вот уилборн ну он он бы таскал калькулятор на их тогда выпускник академии 1930 года он был третьим по успеваемости на курсе и никто не прочил ему длинный военно-морской карьеры дело в том что традиционно первое и сейчас 5-10 человек в выпуске те которые вот максимально по успеваемости находятся лучше из лучших лучше из лучших военно-морской академии американской в анаполисе через минимально положенное время на службе сейчас это от 4 до 10 лет 4 для всяких став корс это ну не боевые специальности 10 максимально для пилота реактивного самолета вот после вот этого так называемого первого контракта уходили и тогда и сейчас уходили на гражданку внуши бизнес предоставлял их мозгам наука спорт телевидение рекламы и так далее политика политика безусловно вот это все предоставляло их мозгам куда больше возможностей и заметно больше денег чем платил флот особенно тогда все как в нами любимом фильме красная линия у нас не хватает толковых полковниках он сразу думать быть генералом а там политическая карьера и все такое нет ну вот для вас пойнта это было не так характерно потому что основной контингент все-таки но существенное количество выпускников из пойнта курсантов из пойнта вообще это так называемые military breads это дети военных которые никогда другой жизни не видели и в общем старались соответствовать своим отца на флоте было по-другому сюда поступали очень разные люди и эти люди с самого начала имели в виду то обстоятельство что если они будут очень хорошо академически успевать анаполис тридцатом году еще не выдавал диплома высшем образовании как университетским но слава его хорошей технической подготовки было уже ей была пронизана вся америка и эти люди прекрасно знали что им стоит отслужить только положенный обязательный срок на флоте тогда три года на тот момент а вот и потом можно уходить в бизнес их с руками отравлю вот уилборна по большому счету считали что вот он такой но он остался и не так много среди звучных имен а ну имен на слуху но например адмирал форест шерман бывший командир оспа первого господа он первый выпуске на русской лёнич вот если эти люди оставались они как правило до ангарова лиза номера выбор тоже закончит адмиралом но сейчас до этого было как как бы далеко и подозревая что он только что обстрелял атланту и полностью полагаясь только на две носовые башни под управлением его исправного кдп директор старший артиллерист флагмана калахана решил что переживать он будет потом а сейчас главное уцелеть и нанести урон врагу может быть ты помнишь сцену из харли давится на ковбой мальборо был такой фильм в номере отеля вегаса когда харли говорит мальборо ну хорошо я виноват и буду жить с этой виной до конца своих дней но сейчас нам с тобой главное уцелеть вот вилборн вполне мог сказать об этом ковбою мальборо то есть капитан третьего ранга эллиоту шанклину командира артиллерийской боевой части прилежно идущего следом за флагманом портлинда 2 последнего тяжелого крейсера американского оба упомянутых офицера сейчас не видят своих командиров командиры не видят их вообще на кдп или директора главного калибра штатно должен находиться комбаты командиры батареи главного калибра но в этом бою огнем главного калибра обоих американских тяжелых крейсеров управляли командиры артиллерийских боевых частей вот мы все время говорим об этих директорах а ну как от толстых мужика в галстуках с лексиконом незабвенного черном ордена виктор степанович на а сократив словосочетание артиллерийский директор до арт-директора вообще получим что-то обдолблено из мира шоу-бизнеса в розовом пиджаке ну так культурно тем не менее артиллерийский директор это нечто совсем другое давай немного подробнее об этом артиллерийский офицер в директоре видит мир иначе чем командир корабля и не только потому что он физически находится выше почти всех на корабле скорее он руководят стрельбу главного калибра одновременно является оператором довольно сложной системы на сан-франциско огонь главного калибра централизованно управлялся с устройства по имени мк-31 мы же рассмотрим его дальнейшее развитие практически такой же директор мк-34 вот он на модернизированном позже это 44 год но все еще присутствующим здесь тяжелом крейсере портленд вот он как поворотная башня а вот его разрез сзади вот знакомимся так называемый spot one директор главного калибра как боевой пост артиллерийской боевой части а вот собственно сам аппаратный комплекс директора вот он с рабочими местами экипажа видела главный калибр у нас 1 то 203 миллиметра данном случае вот виде поворотной колонны а вот вид сверху с персоналом занявшим вот в этой поворотной колонии директора места по боевому расписанию вот хорошо виден человек прильнувший к окулярам споттер так называемым а вот более поздняя картинка с тяжелого крейсера типа балтимор вот как это выглядело то есть реально человек наушниках сейчас уилборн вот так синим и вот так был виден тяжелый крейсер хьюстон уже к тому времени давно погибший через подобную оптику за день до своей гибели а вот примерно это уилборн видел бы прямо сейчас если бы он развернул директор по корме в левый борт это ведет огонь хелена это позже в сорок третьем году но это такая же тихоокеанская ночь и вот как говорится угадывай свой это корабль или чужой нет они это хелена для шестидюймовых пушек которые не было без пламенного ночного пороха поэтому она гораздо лучше заметно чем другие корабли по именно посполохом залпов вот так смотрят на мир сидящие высоко вверху старшие артиллерийские офицеры обоих крейсеров уже мухи это стрелял этими какого сначала штуками он должен тоже хорошо видно как хелена дело не в этом дело а по трассирам да но у японцев был беспламенный для этого хелена тут вообще она как вот расцветает но мы на этом остановимся и вот старшие артиллеристы обоих крейсеров работают локоть к локтю с матросами тышь и старшинами их боевого расчета в своем таком вороньем гнезде и фактически у илборна сейчас есть свой собственный экипаж машины машина да да похожий одновременно и на вращающуюся башню и на центральный пост подводной лодки с командиром который прильнул перископу разве что двумя пытливыми глазами они одни если этот человек видит свои цели в хорошую оптику он как правило нападает в нее из находящихся значительно ниже стволов башен главного поля директор высоко и если море штормит корабль испытывают качку и келевую бортовую и расчет директора не милосердно блюет как 80 процентов живых людей в таких ситуациях когда говорят про на плаван и что 20 лет в море приводят к тому что человек перестает бливать это полная туфта блюет человек точно также просто за длительный с длительной практикой нахождения в море у него вырабатывается привычка уже не есть в это время не курить пить только воду обычную холодную я почувствую что шторм у меньшего количества не в десяти процентов там и там есть реакция на морскую болезнь что люди просто в лежку ложатся и все то есть просто не могут стоять потому что расстройство вестибулярного аппарата а где-то тоже вот порядка пяти процентов у них морская болезнь проявляется наоборот люди едят люди испытывают постоянный раз они испытывают постоянный голод ничего из этого организма не усваивается люди находятся постоянно либо на камбузе либо в галюне у это тоже морская болезнь так она тоже добро пожаловать в реальность как это отличается от мира того или иного варгейминга что в креслах перед монитором но и геймеров современных мы обижать не будем а потому что на американских тяжелых крейсерах до военной постройки в том числе на сан-франциско есть что-то сильно напоминающие джойстик ладони уилборна сейчас обнимает вот это вот схема а вот фото аналогичного устройства с линкора нью-джерси штата к сожалению как корабль музей не уцелел ни один крейсер времен второй мировой войны то есть не тяжелого нелегкого никакого несколько авианосов несколько линкоров куча эсминцев подводных ладок но вот крейсеров трой мировой войны нет будем поэтому использовать фото с линкоров и просто на линкорах три таких рукояти установлены в помещении центрального автомат стрельбы а на этих крейсерах и сан-франциско в том числе виде уникальные черты вот то что называется automatic fire кейс ну грубо говоря ключ до автоматической стрельбы есть в том числе и в составе оборудования обоих директоров главного калибра spot one носу и spot 2 корме и вот этот вот fire кей автоматик похожий на джойстик но с заветным словом триггер вот вся огнестрельная культура как палец на триггере который в общем-то спуск и хотя в русской морской артиллерийской терминологии ради отличия от огнестрела эта клавиша по сути это все тот же спусковой крючок и когда ты стреляешь пулей 22 калибра и когда тоннами стали орудий линейного или данном случае крейсерского калибра и как только уилборн нажмет этот триггер этот спуск замкнется цепь стрельбы всех девяти орудий главного калибра его крейсер вообще более общее выражение пул за триггер нажми спусковой крючок кроме своего исконного огнестрельного значения в культуре где только не встречается но мне нравится не текст даже а скорее контекст песенки элиса купера называется love is a loaded gun а вот интересно там все это так сказать для понимания перспективы старшего артиллериста тяжелого корабля принять за чужой за цель кого угодно он но он может кому-то своих уже вломил ты говорили про это уже предыдущему ролик он парит кроме всего прочего в тесноте в этой башенке наверху над своим корпусом видя сверху все не совсем так как видят командиры адмиралы со своих командных пунктов даже если там целая пагода на хей уже изрядно прогоревшие во многих местах но и здесь мог всего управления огнем главного калибра где находится комбат главного калибра линкора хей кептан лейтенант сатур юноки выше всех вот вот по годам в разрезе ну вот пока да сколько тут всего мужчина пиха надо на конечно вот и в час пятьдесят шесть уилборн уже отчетливо наблюдал горящую пагоду хей и его устрашающий на таких дистанциях силуэт перед носом которого скользнул во тьму лэфи чтобы нанести свой удар по погоде с пистолетной дистанции мы об этом говорили а скользнула исчез заслоненный стреляли в иллюминаторы и пропал просто сменится пропал известно можно вернуться к схеме и опять увидеть левый поворот сан-франциско как раз по рекомендации уилборна выполнены командиром крейсера то есть мы понимаем что здесь у него конкретно уже видел он понял что это линкор пагода горящие там так далее но пока адмирал калахан разбирался с трубками средств связи уже запретил огонь всему соединению и некоторые его сан-франциско во всяком случае вы исполнили и вот пока калахан не отменил своего прекратить огонь по американским данным дядя дэн сделал это в час пятьдесят восемь как мы уже говорили но по японским хей открыл огонь и своими башнями главного калибра по сан-франциско в час пятьдесят четыре и к этому времени это был уже ответный огонь потому что уилборн уже дал два полных бортовых залпа по новой цели по ну то есть по хей но в 0 час 54 по американским данным уилборн только начинал свой полутора минутный обстрел атланты и его такая большая разница 4 а то и 5 минут может объясняться как разницы в показаниях хронометров ну потому что тогда ведь не было синхронизированных атомных часов так они точностью фиксации приказа калахана на возобновление огня радиостанции хелены вахтенный журнал которым вахтин в журнале которой радиостанции как раз и стоит время час пятьдесят восемь вахтенный журнал радиостанции сан-франциско не уцелел там по памяти восстанавливали его но это по памяти по всей видимости поэтому это произошло раньше и скорее всего именно в час пятьдесят шесть билл и уилборн дал первый залп из всех девяти стволов по хею и как бы странно это не производит не прозвучало восемь из девяти снарядов первого залпа легли недолетами отрикошетив от воды и пробив пылающие надстройки японского флагмана ушли в безжалостную ночь без разрывов только один попал интересно сидя в кдп уилборн работал вопрос работал и шесть носовых стволов его корабля вновь заряжены на своих плюс пяти градусах вертикальной наводки снова нырнули вниз уже на доли градуса меньше две носовые башни работавшие под центральной наводкой автоматически пыталась догнать по голосовым командам кормовая башня которая под местным управлением работала и она хотя и опаздывала но на считанные секунды в этом бою команды башен крейсеры работают на адреналине так как не работали еще никогда и как работают сельсины приводов системы центральной наводки автоматически никаких лишних движений никаких мыслей туннельное зрение никаких осознаваемых ощущений теле в интерфейсе человек машина не осталось ничего человеческого время больше не метроном время становится похожим на текущий ручей холодный и упругий время журчит сквозь глаза голову сердце которая выдает себя только молоточками висках руки пальцы и утекает за пределы внимания впадая в ночной океан и на панели директора сидящего высоко уилборна загораются один за другим все девять зеленых огоньков все пушки главного калибра крейсера заряжены и наведены уилборн ясно видит цель и он сразу и слышит и не слушает макса бридана с автомата центральной наводки глубоко внизу который опасается отказа компьютера баллистического вычислителя на дистанцию удара ножом где уже нет ничего баллистического время бридана глубоко в корпусе корабля течет иначе и уилборну кажется что движение его пальца жмущего триггер клавишу замыкания цепи стрельбы сродни движению ковбоя с пейсмейкером в руке движение автоматическое импульсивное но и это движение плывет во времени ручейки вместе с его веками которые автоматически закрываются отгораживая глаза от слепящего в темноте форса пламени залпа 6 носовых стволов корабль вздрагивает освобождаясь от очередной девятки бронебойных мк-19 вздрагивает испуганным зверьком и время оглядывается мельком и опять прыгает в ночь упруго журчать вслед за выдыхающими пороховой дым и взлетающими вверх для перезарядки стволами это не я это тогдашний штурман сан-франциско капитан второго ранга рэй эрисон которого мы уже встречали в рассказе о взрывающихся катерах синя на филиппинах офицер с опытом подводника и человек с редким чувством юмор вот эрисон в конце войны такой длинный и прекрасный тост я бы сказал да мы к нему обязательно вернемся он каким-то чудом выжил в этом бою хотя не должен был и вот видишь 44 уже воевал на филиппинах на канонерка и между тем от первого до второго залпа сан-франциско всего 15 секунд как жаль что на американских тяжелых крейсерах нет торпед до на таких дистанциях только пушки страна ковбоев родина вестернов и это был одновременный залп лишь действительно как вестернах четыре носовых орудий ахеи ответили своим первым залпом на второй залп сан-франциско одновременно с ним то есть все таки сан-франциско стрелял первым до 1 зал дал сан-франциско а 2 потом 2 сан-франциско и одновременно первых и друг друга и на безмерное удивление первый залп сан-франциско тоже дает недолет россия в поводе связки ярко горящих трубок это сенсики даны нет 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 это первый залп не сан-франциско хии это первый залп хии это тоже недолет ты понимаешь да четыре снаряда бьются вот падает там дистанция то два километра все вот что такое отсутствие опыта башен и систему вроде пистолетный выстрел да когда стволы надо не поднимать целью поразить цель на горизонте а опускать понимаешь этому не учились к этому не готовились тут вот много мы сейчас говорили про автоматы стрельбы и так далее директора тут еще главное надо было мне кажется сказать про скорострельность собственно говоря орудийных установок и тех и других она в этом бою получается больше играет роль на такой дистанции сейчас скажи хорошо это я не выделываюсь это я строго по делу скажу пригодит и очень-очень грамотно и вовремя вставил свой ремонт сейчас я спустя там буквально там минуту на нее тыч мы вот не зря уделили второму залпу сан-франциско пахеи пару почти поэтических минут судя по всему попали все девять его снарядов круто командир первой башни сан-франциско капитан лейтенант джозеф перрот а при стрельбе центрального под центральным управлением у него нет никакой работы кроме как разглядывание цели через свою собственную оптику закричал своей команде все 9 все 9 в бочину японского линкора круто команда оглянулась почти в один голос сказала а не отвлекаясь от перезарядки пушек каждая секунда на счету может быть и правда 9 из 9 может быть меньше кто знает наверняка в погребах еще больше тысячи снарядов и надо спешить в паре километров от них невидимый матросами вражеский линкор матросы же его не видят и в любой момент его куда более тяжелый снаряд может поставить точку в их коллективной судьбе одну на всех как это уже бывало в скакераке в ту войну как это было в датском проливе в эту как это может быть сейчас 9 так 9 неважно все эмоции потом подавай заряд и действительно реально важную роль сыграли всего два снаряда два снаряда этого залпа мк-19 которых мы рассказывали судя по всему этой самой носовой башни крейсера нащупали ту самую ахиллесовую питу один пробил нижнюю кромку бронепояса 76 миллиметров на 278 шпангоуте и не взорвался но отогнул наружу под вытрелением двухметровый под вытреление двухметровый лист обшивки на манер кармана навстречу движение линкора а второй попав на два шпангоута дальше в корму точно на уровне ватерлиния разорвался в цементной рубашке румпельного отделения там всего килограмм 700 грамм взрывчатки но это бетон и бетон расколовшись на куски оставил во внутренней переборки правого борта румпельного отделения хей пробоину которую оказалось невозможно заделать за толстые края бетонной рубашки не зацепить никакую струбцину не подвести никакой пластырь а снизу и чуть спереди выгнутый наружу предыдущим снарядом лист обшивки буквально черпает ночной тихий океан который на высоком ходу линкора радостно заливается внутрь буквально водопадом и старшина команды рулевых электриков минора курабава отключив питание обоих обеих в левых машин и отправив наверх двоих раненых куска там даже убитых не был раненых кусками бетона матросов докладывает на гкп линкора не сидя и в пэш постэнергетики и живучести командир дивизиона живучести корабля капитан третьего ранга кензи аниси о выходе из строя рулевого управления и быстром затоплении румпельного отделения руль в этот момент вправо в положении права 10 не сида только что уклонялся от торпедного залпа лэфи и курабаве его людям теперь предстоит длинная ночь по горло в воде чтобы выровнять эту руль вручную и вот так вот в диаметрале и удерживать вручную с этого момента не сида постоянно снижает скорость корабля временами до пяти узлов это буквально стрела в пятку ахиллеса хей не может увеличить скорость потому что румпельная через эту пробоину зальет окончательно и люди там утонут а на малой скорости корабль такого размера машинами практически не управляется дальше до утра и в течение всего следующего дня не сида будет останавливать линкор для попыток как-то забить эту бетонную пробоину хоть чем-то и за но при любой следующей атаки эсминцев а потом с утра и самолетов американских он будет вынужден давать ход и все эти жалкие к линии упора потоком воды уже на 15 узлов будет нещадно вымывать и снова топить румпельное отделение и захлебывающиеся там люди курабавы будут вынуждены вручную удерживать руль корабля и удаваться им это будет очень плохо оставить же отсек этот без живых людей нельзя при любом повороте корабля машинами руль автоматически сместится на какой-либо борт и там будет заклинен и потом останется только ходить кругами как тот бисмарк ожидая свою судьбу помнишь что командам стерет айо бена на входе торпедных атак казалось что хии не имеет хода это не было чистой правдой но фактически без руля и с угрозом его клина в любой момент это в общем недалеко от истины теперь флагман мирала оба стал самым неторопливым кораблем этой злополучной пятницы 13 в доступных терминах дорогие друзья бытового реализма это неожиданный выезд на летней резине на гладкий лед озеро ты можешь набрать скорость но машина становится абсолютно не управляемой не с риском даже а с гарантией занос причем все остальные участники движения данном случае боя двигаются и управляются плюс-минус нормально лед только под тобой и это произошло с флагманским и самым мощным кораблем японского соединения чего не может урюпинское пиво то есть дорогущие американские торпеды мк-15 то может рюмка водки два снаряда мк-19 залпа сан-франциско поразившие хей в ахиллесовую пяту по сути и предрешившие судьбу этого корабля 1 линкора империи которому теперь уже не суждено прожить следующие 24 часа потому что не убежать не догнать любого из куда более слабых противников без рулевого управления уже не получится корма вперед они не пробуете а так руль тогда перпендикулярно станет его надо удерживать а так какое давление воды представь вручную там вот этот курабава он вроде как есть книга несиды но так они дали адмирала после этого был только закончил службу к этому первого ранга о том что он пытался из деревянных брусьев изобрести как куда фиксатор но ничего не вышло ну просто площадь руля такая шула мало его все и тут же как лохнецкая чудовище из глубин всплывает одна из многих легенд сражения двое сигнальщиков сан-франциско якобы в этот момент видели как более узкий сигнальный прожектор именно сигнальный маленький хей отщелкал английское слово ошибка как будто сообщая на сан-франциско о дружественном огне или пытаясь наоборот ввести его в заблуждение это странно но что-то похоже в это же время видели из джуна но в другой формулировки и и мэки на местах вы делаете ошибку ничего адекватного из перевода английской морзянки в японскую для того чтобы понять да тут не выходит да и кому на самом деле мог быть адресован от сигнал ну то есть принято считать что это легенда сражения но просто его видели одновременно с двух кораблей при этом артиллерия линкора чувствовался неплохо хотя огонь в настройках угрожал главному кдп соответственно централизованным управлением управлению огнем но сами башни главного калибра прочистив глотки вторым залпом по сан-франциско от красивых фейерверков были готовы стрелять бронебойными снарядами уже начинается возмездие да но не будем торопиться не все так просто к твоему вопросу тяжелые пушки японских линкоров выполняют по регламенту два выстрела в минуту расчеты сан-франциско при паспортных четырех сейчас дают 56 и выбор успевает дать третий зал причем он ясно видит куски брони отлетающие от брони пояса хей при попадании его снарядов в свете пожаров его настроек атланты и эсминцы из двух предыдущих рассказов поработали над настройками хея основательно не менее 25 5 дюймовых снарядов только в пагоду единственная живая линия внутрикорабельной связи на хея с ходового работает только с носовым машинным отделением на директора главного калибра и среднего калибра пылает пожар и до сих пор работают только три прожектора из 6 командный пост связи директор зенитной артиллерии штурманская рубка абсолютно уничтожены ранены командиры адмирал они остаются на гкп разрушенным снарядом life и но в основном исключительно и самурайского упрямства и это во многом объясняет тут удивительный факт что стрельба главного калибра хей уже бронебойными снарядами как раз примерно с этого момента становится такой неэффективный когда у тебя пылают оба кдп и главного калибра и среднего калибра сильно прицельно стрелять уже не выйдет вот они 25 чем-то попадание 5-дюймовых сатланты эсминцев стокс в пагоду ее окрестности здесь же и огонь чикагских пианин эрликонов даже томми ганс автоматов слэффи грубо говоря вот эта пятерка атланта и 4 эсминца стокса спасли сан-франциско первый раз за сражение но впрочем средний калибр флагмана оба хея за счет резервирования постов еще не напился крови сан-франциско но об этом позже всего уилборн насчитал 18 8-дюймовых попаданий в восьми полных залпы главного клипа ну примерно столько же сколько он дал и по атланте 28 процентов японцы признают 9 10 то есть половину но как мы уже понимаем хватило бы этих двух в пятку хотя это пока никому не очевидно три прожектора тем не менее слепят сан-франциско и чикагская пианино сержанта корпуса морской пехоты джона и гана получает приказ погасить их 28 миллиметровый огонь расчета и гана судя по всему уничтожил в течение следующей минуты пост центрального управления прожекторами хей потому что с этого момента крейсер периодически освещался только одним прожектором с линкора но не системной и беспостоянной фиксации общение как обычно вас последовало но не этому расчету и не с хей а с идущий за флагманом кирисима по-видимому ее 14-дюймовый сенсики дан полностью уничтожил кормовое пианино номер 4 следующее прямым попаданием полторы минуты спустя 2 линкор 11 дивизии кирисима находился в полумиле за хей и был совершенно незаметен не открывая прожекторов не имея повреждений пожаров на стройке и таким образом систем управления огнем линкор капитана первого ранга сайчи его бути находился в гораздо более выгодном положении несомненно из дистанции примерно две с половиной тысячи метров тоже занялся правым бортом сан-франциско но разумеется открыв огонь позже флагмана старший артиллерист кирисима капитан 3 ранга хироси такуна пока стрелял только с высеки данными когда остро были нужны именно бронебойные снаряды вернувшись к схеме боя это все можно увидеть в точке плавной перемены курса ей с юго-восточного на северо-восточный и из боя они в его гущу время около двух часов ночи и с этим отворотом на выход из боя абы фактически отказался от выполнения основной задачи обстрела аэродрома гендерсон именно в этот момент он отдает свой последний ночной боевой приказ соединению отходить на север тем самым невольно спасая сан франциско второй раз этот приказ подтверждает две трети кораблей абы не все но и кирисима тоже таким образом теряя возможность расплавиться расправиться с сан-франциско вот в этот момент впрочем абы подтверждение этих приказов уже не слышат потому что через несколько секунд после передачи его приказа паука вы питание радиостанции внутрискадренные связи на хей пропадает судя по всему вероятный результат очередного залпа уже знакомого нам капитан лейтенанта колхауна со стерета со смен со стерет и восстановлено это питание уже не будет все абы жив ранен но уже ни на что не влияет с двух часов ночи и вот честно говоря многие пишут что уж лучше бы в этот момент питание радиостанцию к вы пропала на сан-франциско где дядя дэн приказав повернуть крейсер на север вот этот поворот и таким образом перечеркнуть японцам букву т но не впереди колонны а позади и при этом пытается управлять абсолютно неуправляемым боем он кричит в эфир устройте и мат на что гувер с хеленой идущий правее позади флагмана и пока избегающий японского внимания лаконично замечает четыре цели по пеллингу 60 градусов куда стрелять до дистанция требует дядя дэн но на забитый переговорами стерет и лэфи чистоте его в этот момент никто не слышит все это время спортленда идущего в кельваторе прилежно сан-франциско спрашивают то что там сосисками чарли смысле что там с линкорами пеллинг у вас есть целеуказание по линкорам это дядя дэн слышит и переспрашивает каким целям и вот здесь звучит get the big ones выбирайте большие и стреляйте по линкорам ну или там вариант в нескольких документах вы вон the big fellows ну то это тоже самое значение get the big ones дюбос на портлинге тоже получает ответ адмирала на свой вопрос но весьма странный колхан говорит в эфир наблюдаете линкор мы тоже вперед и наконец его ответ хеления открывайте огонь это вот отсчет времени в данный момент это два часа шесть минут судя по всему это последняя передача паука в сфкп калахана на сан-франциско и наконец дал третий зал зал по сан-франциско и казалось бы с такой дистанции 14 дюймовые бронебои пробивают крейсер насквозь но такие главный артиллерист старший артиллерист кей еще когда тророг такие еще в два часа две минуты перевел башни главного калибра хей на местное управление потому что директор главного калибра в пагоди выгорел полностью и даже утром в нем можно было находиться только в противогаз изолирующих такая степень задымленность то есть уже стреляющий бронебойными снарядами хей стреляет крайне неточно а кирисима еще стреляет пиротехнику вот фото донной части сан-секидана кирисима вот она попавшая в сан-франциско на уровне верхней палубы на 36 шпангоуте и отрикошетившего от барбета башни главного калибра номер два видны очень тонкие стенки снаряда да то есть никак не бронебой не стоит а вот вместо рикошет этого снаряда от барбета башни вот этой номер два совсем невзрачной отметины да будь это бронебойный тип 91 дальше разрыв перегрузочным воспламенение зарядов полноценный сценарий гибели худо но это не бронебой и поэтому все так вегетарианский а вот следующий такой снаряд прошел через кампанию крейсера на стройке видимо из того же залпы кирисима убив там нескольких человек включая обгоревшего там еще днем кстати атаки самолета штатного страхового марка кроутера который остался на борту и вот сейчас он погиб вот эти два сан-секидана это попадание номер пять и шесть в отчете боевых повреждениях это все что этот отчет признает в качестве 14 дюймовых попаданий в крейсер за весь бой правда там есть заметка о том что в некоторых случаях определить калибр возможным не представляется и мы будем предполагать по характеру нанесенных повреждений тем не менее видимо придется вот нам признать что десятилетиями обсуждаемая загадка цусимы произошла скорее здесь основные повреждения сан-франциско получил от огня 6-дюймового среднего калибра хей позже кирисимы и 140 миллиметровых орудий нагара флагман калахана находился вот в этот момент примерно на медиане треугольника между этими тремя японцами пара шестидюймовых подарков с хея до попадания 34 в корпус правого борта над бронепоясом было из строя пульт управления орошением затоплением погребов носовой группы а замкнув там ну просто осколок попал между контактами за мы замкнув цепь на затопление погреба той же самой башни номер два носовой возвышенной который не удалось взорваться вот в результате попадания сансики дан сансики данной и в пылу боя в причине затопления тоже не удалось разобраться быстро и потом башня решила утонуть но если не удалось взорваться почему не погреб был полностью затоплен под крышу и вода свободно пошла по верхней палубе по 1 по 2 палубам создавая глубокую озабоченность так называемого первого лейтенанта крейсера это должность это не звание это борец за живучесть на тот момент в американском капитан третьего ранга герберта сконланда по кличке рокки как герой сильвестра стороны столона до верхняя вода просто вот верхняя то есть не в трюмах который чаще всего пожарная но не только в данном случае вот это вот вода затапливающая погреб 2 башни как правило создает проблемы с остойчивостью и перед тем как сбросить ее в трюма желательно определиться с источником этой воды да ну тут что можно и трюма затопите сегодня вода поступает а в бою это совсем нелегко сделать на самом деле разрушенная осколками системы охлаждения носового чикагского пианино откуда тоже лилась вода а удовольствие тоже как бы не добавляла да но сконланд руки не теряя хладнокровие справился а вот его коллеги на кирисиме капитан третьего ранга сира хаяси через ночь в этих животах повезет куда меньше он не справился но об этом разумеется башня номер два сан-франциско носовая возвышенная огонь прекратила затопленными погребами не очень-то постреляешь не обязательно как выясняется пробивать саму башню до довольно крепкую достаточно пробить осколком панель управления затоплением и орошением погреба в небронированном помещении а 206 льву сразу после боя и надо сказать что вот эту стадию дуэли кормовые казематы 6-дюймового калибра хей против 4 127 миллиметровых установок правого борта сан-франциско вот таких ну увеличим эту фотографию американский крейсер проиграл самые жестокие сцены с оторванными руками кишками на палубе разбитыми черепами это отсюда все четыре орудия вот таких правого борта были выведены из строя почти все люди их прислуги погибли или получили ранения открытые боевые посты ничего удивительно варяг вспомнить опишем давай переживание человека на таком открытом посту клиффорд спенсер рядовой корабельного отряда морской пехоты заряжающий одного из двух расчетов таких вот орудий которые обслужились морпехами 2 флотский экипаж 2 морпехи вот это подразделение морпехов на борту это вот боевые специальности боевое расписание артиллерист прислуги артиллерийских на линкоре как правило одна из башен на кораблях поменьше вот что такое универсальный калибр и берли кон и там по-разному бывало но но в общем работа для морпехов в бою артиллерия английская традиция в английском ходит тоже она прямая речь я зачитаю секунду назад я был на своем месте и вот я уже взлетаю и лечу на 3 метра вверх и падаю головой вниз на поручни тропа перевернувшись в воздухе стараясь встать на ноги тут же и тут же следующий взрыв и я получаю осколок в спину это блин очень больно я все еще стараюсь встать на ноги и тут правая лодыжка подворачивается и оказывается что еще один осколок срезал каблук правого ботинка вместе с куском пятки хромая по направлению в нос я нашел на палубе приятеля алина самуэльсона кожи морпеха хрипящего из руин соседней установки кусок пружины тормоза отката разрушенного орудия пробил ему горло и торчал на манер гротескного галстука этот морпех попросил спенсера принести ему спас жилет мы не тонем сказал я но сейчас я принесу тебе жилет коль скоро ты просишь ковыляя я добрался до палубного рундука жилетами открыл его и обнаружил там жевшегося матроса этот рундук тебя не спасет прокричал я и парень выпрыгнул и выпрыгнул только для того чтобы быть убитым осколком минуту спустя рядом со мной выкопав пару жилетов я вернулся к саму эльсону тот схватил жилет прижал его к себе и тут же испустил дух он не мучился жилет который я ему дал стал его последним утешением позволившим спокойно умереть момент спустя еще один осколок срезал спенсеру большой палец правой руки собиравший некоторое подобие боеготовые прислуги уже известный нам сержант морской пехоты джон и гон бегло осмотрев спенсера приказал тому ковалять в лазарет он совершенно бесполезно спускаясь с орудийной платформы спенсер держался левой рукой за трап когда сам трап снесло очередным облаком снарядов упав на палубу он увидел что напал на платформе 5-дюймовых пушек правого борта теперь стоял только один человек чиф наводчик по фамилии клад с кровью текущей из-под наушников провода его гарнитуры были обрезаны осколками и никто не слышал его команд огонь он очевидно умер стоя говорил позже спенсер продвигаясь в сторону кормового лазарета на одной рабочей левой ноге спотыкаясь о рваные края свернутого и бесформенного железа и падая спенсер переволакивал себя через трупы на скользкой от крови и мозгового вещества палубе цепляясь за штанины и рукава один из трупов повернулся к нему и заорал пшел на хрен я еще живой отпихнутый ногой клиффорд спенсер отполз за стойку прожекторной платформы потому что в этот момент из темноты по левому борту на встречном курсе неожиданно выскочил японский эсминец это был только что едва не убитый хелена мацукадзе мы об этом расскажем позже нашего будущего литератора таме тихара и сменец открыл по сан-франциско и 127 миллиметровые 25 миллиметровый огонь универсальная батарея левого борта крейсера пострадавшая куда меньше чем правы занялась этим райским ветром но мацукадзе райский ветер на вперед и но близкий разрыв его японского 5-дюймового снаряда добавил спенсер еще один осколок скликнув и выруг выругавшись клифф услышал из темноты надстройки ангара рыдание причитания и голос показался показался ему знаком он окликнул матроса по имени и услышал в ответ то что выражает я вот цитату ты понимаешь вот именно поэтому сюда и включил и выражает то а переживание большинства попавших в жестокие боевые условия человеческих существ я не трус орал матрос я просто не знаю что мне делать ползи сюда я покажу тебе что делать ответил спенсер он попросил парня снять робу разорвать ее на полосы импровизированно перевязать ему правую сторону потом моряк потащил раненого морпеха по палубе до ближайшего продольного коридора правого борта с целью доползти до столовой команды где был развернут по боевой тревоге еще один временный лазарет всю дорогу моряк говорил со мной подбадривая успокаивая хотя успокаивать надо было его и я вам скажу нет он точно не был трусом все что нужно чтобы справиться со страхом это чем-то себя занять магично лазарете боевой санитар наскоро перевязал спенсера и вкатил в него два шприца морфия найдя в выгородке машинного отделения относительно безопасное место под каким-то станком спенсер положил голову на спасательный жилет и благополучно вывалился из ночного кошмара которым была окружающая реальность глубокий безмятежный сон все это время вокруг крейсера падали снаряды главного калибра кирисима а с востока по этой же цели гремели 140 миллиметровки нагары у уилборна его комбата универсального калибра капитана лейтенанта кауна не остается никакого другого выбора кроме как разделить огонь все еще сухая носовая башня главного калибра переносит огонь на кирисима а добьется одного попадания от линкор а кормовая такая же башня и способные стрелять пятидюймовые пушки правого борта левого борта открывают огонь по прожекторам нагара этот огонь оказался безрезультат калахан и четверо его штабных офицеров на правом крыле фкп своего наблюдают за боем причем адмирал говорит трансляции на гкп передайте штурману руки в ноги пора увозить нас отсюда штурман этот самый рей эрисон с поэтическим даром и чувством юмора вообще-то нагружен дополнительными обязанностями оперативного офицера штаба калахана но и от обязанностей штурмана самого крейсера его никто не освобождал и он поэтому мечется между флагманским и главным командам и он там как раз находился между штурманской рубка и гкп будучи вызван туда выслушать приказ адмирал когда секунду спустя очевидно очередной сансикидан кирисима разорвался в этой самой штурманской рубки швырнул вперед и буквально тут же второй снаряд скорее всего 140 миллиметровый с нагара взорвался на правом крыле ходового и отбросил эрисон на левое крыло стукнув головой и пиллерс и штурман потерял сознание в результате этого попадания в живых на ходовом остались только вахтенный офицер кто лейтенант маккенлис которого спас пробковый нагрудник и рулевой старшина гарри хигдан последний при этом деловито доложу корабль не слушаться руля сэр в усиление драматического эффекта покрутил штурвал в разные стороны а крейсер на 18 узлах совершенно никак не реагируя на артистизм рулевого его штурвал клонялся влево и это наконец вот это вот конечный участок движения крейсер в рио старпома капитан второго ранга джозеф хаббард никакого отношения к саентологии не имеющий наблюдая эти два попадания пиротехники в ходовой запасного командного пункта вот того поврежденного поста и не получают туда ответов по внутрикорабельной связи через пэш перенес управление кораблем к себе на за кп но буквально секунду спустя после того как корабль отозвался на движение штурвалом оттуда за кп туда тоже попался всякий дам опять видимо с кирисимы убив там всех в том числе и хаббарда слово кватер мейстер ну как вот в пиратских пиратских фильмах его у нас произносят квартир мейстер а кватер мейстер равнять с русским рулевой неправильно потому что кота это скорее полуштурман это не офицер но это полуштурман до владеющий практика кораблевождения навигации в гораздо более полном объеме чем нежели просто рулевой матрос но поскольку в русскоязычной традиции вся штурманская работа целиком офицерское дело а в английской нет буду использовать термин рулевой за неимением лучшего вот еще один страшина рулевых флойд роджерс наблюдая вот это методичное выпиливание офицерского состава крейсера из более-менее защищенной рубки вот он вот этой боевой рубки бронированной небольшой но чем хорош профессиональный старшинский корпус во флотах английской кадровой традиции и вот далеко не всегда нужны приказы я управляю кораблем за орал роджерс страшен теперь ты главный хуже но ему 33 года он как бы старше многих офицеров младших но тем не менее на его штурвальчик крейсер тоже отозвался хотя и с большой погрешно погрешностью реальной перекладки руля но это было лучше чем ничего и маккендли с хигдоном перебрались к нему в эту броневую рубку впрочем брюс маккендлис оставался там недолго потому что ожил за кп куда поднялся справившийся с пожаром в корме и израсходовавший все свои шесть шприцов с морфием капитан лейтенант джек беннетт по 6 шприцов у каждого офицера были в противогазной сумке ну на всякий случай а там пожар был в пустом ангаре перед боем устроили склад спас желез спас жилетов и прочего спасательного и аварийно-спасательного имущества самолетов не было бензин слили нужен все было нормально и теперь вот это вот все капковая пробковое деревянное имущество прекрасно горела от рассыпанных по всему кораблю зажигательных элементов сенсекеданов а зарывшийся под один под под вот матрас вот эти вот и пробковое жилета под кучу вот всего этого имущества один из авиаторов отсутствующие гидросамолетов крейсера полагая себя в безопасности в результате задохнулся в дыму того пожара и вот оставив хигдена отслеживать репитер гирокомпаса и наблюдать за надводной обстановкой и роджерса на руле то есть оставив в боевой рубке двух старшин а но почему двое надо было потому что репитер перед самим штурвальщиком показывал неверную перекладку руля там 10 градусов вместо пяти надо было следить за нормальным репитером гирокомпаса и тут голоса между собой общаться и вот оставив двух бойцов там старшин вахтенный офицер и командир боевой части связи крейсера брюс маккендрис капитан лейтенант принялся искать командира крейсера капитана перрон как кассина янга чтобы хотя бы понять кто сейчас командует кораблем в этот момент в мостик попал 152 миллиметровый снаряд пристрелявшегося хей среднего калибра и только что поднявшийся на ноги контуженный штурман эрисон вот от которого мотала там взлетел воздух дважды перевернувшись 7 метровом падение рухнул прямо в открытую установку 127 миллиметрового орудия левого борта сломав при падении обе ноги и правую руку командир расчета причем выжил до командир расчета посчитав штурмана мертвым бесцеремонно выпихнул его на верхную палубу залитую полностью водой из вот затопленной системы аварийного решения погреба башни номер два если бы у эрисона была сломана левая рука то право ему удалось бы достать себе вот этот шприц морфия сделать себе укол и оттопырившись утонуть в этой воде но сломана была правая это ему спасло жизнь на его и наше будущее счастье то есть укол сделать не удалось левой рукой в конце концов боевой санитар и негр по совместительству леонард херман сам раненый в спину еще на корме а утащила эрисона в боевой лазарет в какую компанию сделал укол уже там несколько минут спустя херман погибнет за полсекунды до прямого попадания очередного 6-дюймого снаряда хей в 127 миллиметровое орудие правого борта номер 5 повалив вот за полсекунды до разрыва слыша свист видя трассер повалив коллегу санитара абсолютно близн бледнолицева линфорда бон с тела на палубу и накрыв его свои тела это второй по счету но первый посмертный навик кросс афроамериканцу в истории американского флота маккендрис тем временем не нашел командира на мостике а смертельно раненый осколками янг уже был доставлен в лазарет он доживет до утра и умрет уже во время операции но об этом тоже мы кстати ставим с тобой рекорд крайне 10 минут 12 мы говорим об остановившемся времени потому что все еще 2 минуты 2 часа 6 минут ночи пятницы 13 примерно в это же время около двух часов 6 минут адмирал калахан ненадолго отлучился в свою походную каюту тут же на фкп потому что у него кончили сигареты по всей видимости он филиппу риску и по всей видимости в это же время в кормовой каземат левого борта хей подали очередной шестидюймовый снаряд сколько выходит у человека на поиск в темноте в ящике рабочего стола новой пачки сигарет распечатки и и пару шагов обратно открытие двери секунд 40 стаду 52 миллиметровая британская пушка викерса длиной 50 калибров средний калибр хей орудие относительно скорострельная 8 9 выстрелов в минуту лететь 45 килограммовому снаряду с начальной скоростью 850 метров в секунду и того меньше совсем мало времени и потом вряд ли дэниел джадсон калахан адмирал и епископ успел даже закрыть эту дверь когда этот 45 килограммовый снаряд вырезался палубой выше фкп в пиллер с ходового мостика взорвался его осколки пробили абсолютно не бронированные переборки каюты и в кп когда маккендлис полагая найти командира хотя бы на палубой ниже ходового то есть на самом и в кп задней части сигнального мостика находящегося шатаясь от контузии и ранения лица с фонарем в руке попросил разрешение на вход на в кп ему ответил ли слабый одинокий стон из четырех офицеров штаба калахана в живых остался только капитан третьего ранга эммету бирни летчик авиатор штаба этого и тот без сознания тело однокашника маккендлис по академии и флаг секретаря калахана катан третьего ранга джеков вентли лежала прямо под ногами тут же прибывали без чувств два живых планшетиста и раненый радист но сознание радист вот именно он и простонал шатаясь маккендлис обратил внимание на необычную деталь на залитой кровью палубе цепочку сигарет как будто кто-то перевернул открытую пачку и шел с ней оставляя след по этому следу в углу и в кп и нашли позже тело дяди дэна которого динамика инерции осколков пробивших со стороны спины оба легких позвоночник и сердце протащила метров пять-шесть и оставила на палубе уже мертвых никаких повреждений на лице адмирала не было и следует полагать что он практически не мучился вот это попадание в заднюю часть настройки вот красный круг на цветной инфографии будет видно вот вижна труба задняя часть настройки вот она более крупным планом вот на общем плане корабля богаты им засадили да да ну в основном мелкий калибр смотри по отчету о боевых повреждениях номер 16 попадание номер 16 это же значительной степени одновременно парфянский выстрел флагмана а бы потому что это кормовые казематы хеи ты видишь как попадание но она летела с кормы и хотя это явно вторичная выгода осколками этого же снаряда был уничтожен и единственный комплект у кого радиостанции тбс сан-франциско и у кого связи этого корабля с остальным соединением тоже больше нет таким образом ориентировочно в два часа шесть минут пятница 13 ноября 42 года корабли тг-67 4 остались совсем без адмиралов и одновременно без управления без призорники с момента открытия огня всего нашего боя прошло около 18 минут обмен залпами удаляющихся флагманов уже по сути безрезультатный продолжался еще примерно две минуты всего за время столкновения хеи произвел по сан-франциско 6 или 7 залпов главным калибром из них только из них три первое только носовыми башнями то есть около 40 снарядов главного калибра разных типов и подтвержденно не попал ни разу вероятно до трех раз по надстройкам сенсики данным средний же калибр 152 миллиметра как мы видели с его скорострельностью оказался куда более убийственным минимум 15 попаданий сан-франциско из них 11 в носовую надстройку в том числе и снаряд убивший дядю дэну с его штабом еще семь попаданий дали пятидюймовые зенитки хеи кирисима своим главным калибром стреляла лучше потратив этой ночью всего пятьдесят семь снарядов 14 дюймового калибра вот почему-то японские источники дают 22 сенсики данных это должно быть 48 более старых зажигалок тип 0 то есть 30 до зажигательных и 27 бронебойных но это за весь бой когда она уже перешла на бронебойные и вот видимо вот этими снарядами корабль капитана первого рынка сан-дзи и вабути попал в сан-франциско от трех до семи раз но все эти реальные предполагаемые попадания были достигнуты со стороны кирисимы сансики данным потрясенный маккендлис с лицом и шеей в мелких шерпнельных ранениях и с обожженным разрывом сансики данных руками вернулся в боевую рубку откуда связался с постом энергетики и живучести где все также воевал за живучесть корабля роки сконланд после короткого обмена новостями офицеры ну как будто ничего не происходит офицеры пришли к выводу что кораблем теперь командует именно сконланд старший из офицеров то есть ему надо бросать свой пэш и подниматься на какой-то скп или в боевую рубку убрать командование кораблем нет сказал по трансляции сконланд брюс если я сейчас отсюда уйду мы или сгорим на хрен или утонем и очень быстро разберись сам там как-нибудь наверху когда будет совсем плохо и ты поймешь что ты не справляешься с висней я приду вот дорогие друзья фото 20 декабря 42 года уже вставлены стекла боевой рубки сан-франциско слева направо сконланд маккендлис уилборн три будущих послевоенных адмирала три героя боя флагманов да на этом кризис ну и завершим авторским текстом брюса маккендлиса центрального из них с этого момента корабль на котором до боя было в живых и здоровых 76 офицеров и 967 матросов и старшин плюс два офицера и 42 морпеха и сержанта корпуса морской пехоты вот с этого момента управлялся по боевым частям каждая из которых возглавлялась своим бычком командиром бочину как department head довольно в американской традиции сконланд формально командуя кораблем боролся за его живучесть родни лэйр командир электромеханической боевой части за живучесть работу котлов турбин и генераторов билл уилборн и джеймс коун за эффективность огня соответственно главного универсального калибра я боролся с уцелевшей связью и штурманской ролью чуть живого рэя эрисона и доктор эдвард лоуи начальник медицинской службы с руками по локоть в крови боролся по всему кораблю за жизнь раненых кто же при этом управлял кораблем как единым центром целым спросите вы я отвечу двое старшин рулевых в боевой рубки хигдон и роджерс кто сказал что хорошему экипажу в разгар боя для этого нужен офицер совершенно верно всего в ходе боя на сан-франциско уже погибли еще погибнут 77 человек 105 были ранены еще будут ранены и не все из них доживут до утра следы четверых членов экипажа обнаружены не будут вообще не до сих пор пропавший без вести тем не менее попадания артиллерийских снарядов ниже ватерлинии даже ниже третьей палубы корабль не получил учитель факт вот до этого нельзя было на тот момент сказать о попаданиях торпедных но и нельзя было опять таки удивительно вместе с тем сказать что эти торпеды ему как-то повредили но обо всем этом в наших следующих рассказах увлекательно как обычно вот я сейчас должен сказать а на сегодня все а на сегодня все спасибо огромное как всегда интересно круто друзья спасибо огромное особенно тем из вас то поддерживает нас на платформе спонсор ну все наши ролики мы делаем благодаря вам до свидания до новых встреч всего хорошего всего хорошего